всем привет с вами я и давно не виделись и давайте сегодня поговорим о некоторых изменениях на авито многие кто продает на авито и заметили собственно говоря и в рекламе по телевизору что стала такая функция появляться возврата через 14 дней хорошо ли это плохо давайте немножечко разберемся когда вы просто покупаете в магазине это наверное здорово когда вы приходите в магазин что-то померили не померили например вещь вот или какую-то там технику вы покупаете и у вас есть 14 дней на возврат по чеку данные продукции вот у меня всегда вот этот вопрос немножечко смущал даже в обычных магазинах смотрите то есть если всегда были ограничения то есть со стороны покупателя да вы допустим это купили и решили отказаться от этой вещи в течение четырех дней вы якобы ее можете отдать вот но если это технически сложная вещь то вы ее только через экспертизу можете отдать и все такое с точки зрения продавца это конечно логично да что вы за эти 14 не могли с этой вещью сделать вот с точки зрения покупателя вы допустим купили вещь например я не знаю там какой-то телефон или холодильник вот и в моменте в прода в моменте продажи в магазине вы конечно не толком не не протестируете эту вещь и вы дома ее будете тестировать да включите этот холодильник например он у вас не холодит например как у нас например случай такой был да наш личный случай да мы на даче покупали холодильник и так как это сложная вещь вот то есть это через разные службы нужно это все писать это очень долго и длительно вот то есть для покупателя 14 дней вроде бы есть но с другой стороны нет гарантии что у вас ее обратно примут если это какая-то вещь которая носибельная ну то есть вы ее мерите в магазине логично было бы подумать что вы там вы должны решить покупаете вы ее или нет но иногда приходишь домой и ты понимаешь ну что-то все-таки не то и ты отдаешь ее если ее видно что она новая и все нормально а вот это все-таки юридические дела с юридическим лицом то есть с магазином да или с и п но тоже юридическое лицо вот и как бы для нас это уже норма что же получается с авито авито вот последнее время очень реклама крутит а что 14 дней теперь вы можете спокойненько вернуть не хочешь типа вернем возвращаешь но вы зайдите в правило посмотрите можете просто в яндексе набить забить вот эту строку что типа авито возврат 14 дней что там вам выйдет ну для интереса сделайте я сейчас коротко просто и со своими комментариями скажу там есть ограничения тоже много интересного вот там не написаны категории какие не могут участвовать в этом в этом возврате да то есть ярлык возврата вы когда заходите на авито и вы хотите что-то купить приобрести какую-то вещь и на некоторых товарах все-таки появляется внизу там фотографии да там это читается описание и будет такая строка возврат 14 дней возможно возврат 14 дней там такой как стрелочка будет не на все категории товар это действует я так понимаю что нам предлагается это более опытным путем то есть если вы хотите уже продавать да какие-то вещи поставит ли вам авито на вашу категории товара на ваш товар вот вообще вот это условие я точно понимаю допустим что какие-либо медикаменты и продукты и нижнее белье у нас всегда считалось что это не возвратная вещь вот но вот я и пока что не нашла никакого списка вот может быть плохо искала по и поищите сами что же не подлежит к возврату по мнению сервиса авито это если вы прям вот на самом объявлении будет стоять вот эти 14 дней если же на объявлении вообще ничего не стоит вы например получаете товар вот советую вам вот уже как опытный покупатель и продавец советов авито проверять этот товар на пункте выдачи или и если это курьер вам доставил смотрите такая может быть история я давно снимала самый первый свой опыт когда у меня купили картину на авито и ее вернули обратно для меня это было печально неприятно и это был мой первый опыт во-первых продажи на авито именно картины вот я так радовал что у меня картина на авито продалась они просто вещи да там я продаю бывшие или какие-то вот мы не нужны новые да но в смысле вещи не именно свое творчество и тут она мне возвращается я тогда очень эмоционировала вот думаю как так вернулась вот но человек в принципе да он имеет право вскрыть на почте конверт да и что-то ему не понравилось слово что-то ключевое и в этом же конверте его обратно запечатывают при делается маленькая приписка что что-то не подошло что там не подошло я не знаю картина с фотографии со всех сторон были написаны вот все размеры фотка все ну что-то не понравилось продавцу может быть он вообще просто передумал но как этому моменту например вообще что-то купил уже другое и допустим он решил отказаться и он отдал это обратно в пункте выдачи то есть я отправляла почты вот и мне вернулась в этом же самом конверте по обратному адресу мне моя картина я тогда очень сильно расстраивалась потом подумала махнула рукой но фиг с ней вот ну человек имеет право вот мы долго дискутировали это тоже и со своими соратниками вот сейчас такая ситуация складывается мошенников очень много вот и будьте внимательны дело в том что если вы продаете воспользуйтесь сервисом авито доставка вот это хоть как-то вас защитит от людей которые у вас покупают да может быть такой же случай как у меня что от вашей вещи от вашего рукоделия от вашего товара откажутся вот но есть гарантии того что это не не мошенник вот что вы отправите вещь а деньги не придут например вот то услуга авито доставка все-таки она бронирует в эту оплату заранее с покупателя берет деньги вы конечно эти деньги только получаете когда он получит этот товар это длительный такой как бы да срок но зато если гарантии что вы деньги все-таки получите когда товар дойдет вот если же вы покупаете товар обращайте внимание вот на эти ярлычки 14 дней возврата и то к чему я собственно говоря веду опять-таки на месте пункте выдачи или если вам доставка курьером проверяете свой товар уже есть случаи и в моем близком окружении что приходит совсем не то то есть я раньше делала как то есть если я что-то заказывала я дома вскрывала ну то есть я вижу как бы до объемные да там адрес и мой да там то есть мне это выдали вот и я открывал это дома вот я лично не попадала на как бы на подвох вот будем так это мягко говорить вот но мои знакомые попали вот там внутри оказалось ненадлежащего качества товар совсем другой я бы сказала и по цвету и по размеру и вообще они только дома открыли это не было со значком возврат 14 дней и следует длительная переписка с продавцом возможно это была ошибка продавца и там что-то напутали возможно это специально вещь подложена и что но типа дешевая вещь там что-то 300 с чем-то рублей стоило вот но что типа не будет связываться но мы решили связаться они начали раскручивать эту ситуацию это через службу поддержки авито и так далее чем закончится я не знаю еще не уверена чем-то закончится вот и у знакомых знакомых будем так говоря через третье руки мы когда просто это обсуждали вот была следующая ситуация что там вообще не тот товар от слова совсем то есть там наложено просто бумага и что-то еще хлам вот и аккаунт с какого это придет продажи он просто потом удален через нет то есть в него заходите и там несколько продаж и он потом удаляется по аккаунт то есть бывает это такие случаи пользуйтесь в общем авито доставка чтобы вы могли в пункте выдачи открыв вашу посылку которую вы покупаете открыть посмотреть это вообще то что вы заказали и нет и своевременно отказаться если вы откажетесь в пункте выдачи с вас не спишут деньги и соответственно вы сможете спокойненько обратно это все составлять там протокол фотографируется если допустим если даже это та вещь но она не надлежащего качества разбитой или поврежден или еще что то вы делаете фотографии составлять протокол на пункте выдачи это или почта или яндекс доставка зон неважно чем вы там выберете выбрали оставляется там акта все это дело фотографируется при прилагается и отправляется обратно продавцу из вас не списываются деньги то есть если вы пользуетесь именно службы вот это вот она доставки яндекс доставки если же вы пользуетесь услугами доставки именно через продавца то есть вы как-то с кем-то договорились кто-то вам что-то передает лично тогда не отпускайте этого человека пока вы не убедитесь что вам отдали тот товар соответственно не отдаете деньги вот но к сожалению мы живем в мире людей а люди бывают разные вот но это все наверное все что я хотела сказать если у вас есть какие-то случаи можете просто написать под моим видео вот если с чем-то не согласна да и вы считаете что может быть на службой доставки авито не нужно пользоваться вот и договариваться лучше с покупателем да наверное я с вами тоже соглашусь вот но я много договаривалась именно личной доставкой да то есть я у метро просто встречалась там где-то в метро вот просто почты отправляла но еще раз повторюсь меня бог миловал и я не попадала прямо на конкретные вот на хлам на какую-то там плохих людей вот но все бывает нашей жизни вот поселите соломку там где можно ее подстелить чтобы не упасть или если упасть то было бы не так бы больно давайте до новых встреч до новых видео пока